Этим голосом сказано всё Интеллект, эрудиция, интерес к жизни Программа Леонида Болодарского Программа предназначена для лиц старше 16 лет Здравствуйте, у нас в гостях сегодня наш, к счастью, частый гость, историк Алексей Исаев Здравствуйте, Алексей Здравствуйте Тема была заявлена «Освобождение Крыма в 43-44 годах прошлого столетия», но возникли другие поводы, поэтому тема будет расширена, но об освобождении Крыма разговор пойдёт обязательно Итак, Алексей, по новостным, разным там каналам, ресурсам и прочее, прочее, начался, я не хочу употреблять этого слова, но тем не менее, началась, скажем так, дискуссия По поводу настоящих потерь Красной Армии, безвозвратных, во время Великой Отечественной войны И обсуждение достаточно бурное Как это началось? Какие цели у этой дискуссии? Вообще, инициаторами этого обсуждения было движение «Бессмертная полка», если не ошибаюсь И дело дошло едва ли не до слушаний в Госдуме, и главным скандалом были цифры, заявленные в качестве итоговых То есть 19 миллионов человек безвозвратные потери Красной Армии и 41 миллион безвозвратные потери с населением Это вместе 41 Да, вместе 41 А вообще, такие общие демографические потери едва ли не 52 миллиона человек То есть, в общем-то, цифры 90-х и рассуждения, не знаю, там, может быть, Солженицына Они этими цифрами даже перекрываются И в связи с этим хотелось бы сказать следующее Там в преамбуле всегда, вот во всех сообщениях, в новостных лентах, когда обсуждали эту новость, говорили про секреченном данном Министерства обороны Это сразу режет слух, поскольку о каких потерях мирного населения можно говорить по данным Министерства обороны Подсчёт этот производился, естественно, совершенно другими ведомствами И в отношении подсчёт армии, безусловно, потерь вооружённых сил нужно опираться на данные Министерства обороны А вот потери мирного населения надо считать другими способами И здесь надо сказать следующее Всегда есть потолочные величины, выше которых нельзя прыгнуть, потому что нельзя это сделать физически Таковыми цифрами являются для армии 34 миллиона человек Которые прошли через советские вооружённые силы за всю войну Включая тех, кто находился под ружьём на 22 июня 1941 года Из этих 34 миллионов передавалось и в промышленность Когда люди, призванные в армию, тем не менее передавались, например, на заводы промышленности на Урале А, кстати, извините, Алексей, насколько это была частая практика? Это была очень частая практика ввиду того, что, например, на танковых заводах задействовать женщин, например, было проблематично Они хотя и составляли около 40% численности рабочих, тех, кто числился на заводы, но, тем не менее, основную работу выполняли всё же мужчины То есть на танковых заводах нужны были взрослые мужчины, так как женщины и дети не справлялись Да, не справлялись и, на самом деле, на многих других производствах Женщин к станку нельзя было поставить, к станку и к тому оборудованию, на котором это всё производилось Поэтому посылались команды из числа призванных, естественно, самые разные И текучесть кадров, на самом деле, была довольно большая на танковых заводах Вопреки распространённому мнению об идеальном порядке, который был при Сталине На самом деле были свои трудности, и поэтому армия была вынуждена отправлять часть призывников для работы в промышленности Имелась численность армии на момент окончания войны И при этом у нас осталось немало людей, поколение моё и поколение старше Они прекрасно помнят о том, сколько было ветеранов в 70-80-е годы Поэтому, если у нас есть 3-4 миллиона, если у нас есть отданные в промышленность Если у нас есть комиссованные по ранению То количество тех, кто может быть даже просто физически потерян безвозвратным Демографические потери, даже военно-оперативные Военно-оперативные – это с учётом тех, кто оказался в плену и на оккупированной территории И 19 миллионов из этого никак не получится Никакими разумными подсчётами, кроме, как говорится, натягивания совы на глобус 19 миллионов получить нельзя Поэтому наиболее разумные цифры, которые существуют на данный момент Я, в принципе, уже упоминал, твой следователь – это Михалёв Ветеран войны, который… Если вам не трудно, пожалуйста, книгу, потому что могут… Трагедия «Противостояние» она издавала ещё в 19… А Михалёв инициалы? С.Н. С.Н. Николаевич? Да. И там назывались цифры, соответственно, безвозвратные демографические потери Это 11 миллион человек, даже несколько меньше 11 миллионов человек То есть 10 миллионов – 900 тысяч И военно-оперативные – 13,7 миллионов Это с учётом тех, кого призывали на освобождённой территории Когда её освобождали, естественно, там были окруженцы, бежавшие с плена И вот этих людей призывали повторно И их, естественно, необходимо учитывать И плюс вернувшиеся из плена Несмотря на бесчеловечные условия в плену Надо всегда помнить, что довольно большое количество граждан Советского Союза Было возвращено из плена Поэтому эти цифры, они более соответствуют реальности, чем 19 миллионов 19 миллионов – это, я предполагаю, что это цифра Связанная с некритичной оценкой данных о безвозвратных потерь Карточки учёт безвозвратных потерь, которых масса дублей И из-за этой массы дублей, естественно, нельзя воспринимать их количество Этих документов как окончательную цифру Что касается потерь мирного населения, то, опять же, у нас есть довоенная перепись У нас есть послевоенная, и вычитая, опять же, с учётом всех факторов Одно из другого, мы получаем 37 миллионов человек Это то количество, выше которого, опять же, прыгнуть нельзя Но нужно учитывать количество людей, которые умерли бы в 41-45 годах по естественным причинам И если исходить из уровня смертности 40-го последнего мирного года То таких набирается, опять же, по официальным данным, 11 миллионов человек А если опираться на данные, к сожалению, покойного исследователя Земского Виктора Земского, который исследовал репрессии и вообще сталинскую эпоху в целом Он говорит о том, что надо, на самом деле, если исходить из тех данных о смертности, которые имелись на 40-й год То вычитать надо 18 миллионов человек В итоге получается, что названная в прежневский период цифра в 20 миллионов человек Является наиболее близкой к реальности при всех трудностях учёта То есть мы имеем дело с фальшивкой? Вольно, невольно? Да, вольно, невольно, это может быть добросовестное заблуждение Но сегодняшние научные данные говорят о том, что это величины невероятные И их нельзя получить, кроме как мухлёв цифрами А что послужило поводом для вот этой якобы дискуссии? Может быть, книга какая-то была издана? Нет, ну, скажем так, первоосновы какой-то я не увидел в этом То есть просто произошли некие события, некие слушания И в качестве результата, в частности, были выдвинуты вот эти цифры Которые, собственно, и стали главной сенсацией От которой начали плясать уже... Такое впечатление, что сенсация так искусственно взбодрённая Ну, искусственно, не искусственно, я бы так сказал, могли и не зацепиться за эти цифры Но так случилось, что зацепились, поэтому требуется разъяснение Алексей, насколько часто происходят подобные казусы? Достаточно часто То есть у нас долгое время был в качестве инфанти-ребель Человек по фамилии Соколов Который называл цифры, причём военных потерь Красной Армии Там 40 миллионов человек Отлично Выведены, при том, что у нас прошло 34 миллиона А вот потери на 40 миллионов А чё, их не жалко Да, и позднее, на самом деле, были и другие варианты подсчётов Но опять же, это были подсчёты искусственные То есть, как говорится, из потери одной дивизии вывести потери всей армии Да, а так везде было, да? На круг Алексей, насколько эта тема ждёт исследованию? На мой взгляд, конечно, требуется всё же откорректировать и уточнить данные Но уточнение, оно не изменит, я думаю, принципиально тех цифр От 8 миллионов 600 тысяч, которые названы в книге Кривошеева Я считаю, нужно всё же уходить и понимать, что эта цифра занижена Но, тем не менее, ни о каких там 19, тем более 40 миллионах речи нет Вот уточнить, так сказать, с точностью до разумных величин потери Красной Армии Это будет возможно, в том числе, я предполагаю, опять же, сплошной обработкой вот этих вот карточек потерь Возможно, новые технологии позволят это всё вывести на новый уровень Но, если уж так говорить, то по существу работа Кривошеева, она осталась на уровне 60-х годов А Михалёв, работая в 80-е и в начале 90-х, так сказать, исправил ошибки предшественников 60-х годов И дал более взвешенные разумные цифры и выявил ошибки И я считаю, большая проблема в том, что не было на эту тему открытой дискуссии Поскольку, используя ресурсы Советского Союза 60-х, 70-х годов, вполне можно было провести исследование И уточнить то, что, так сказать, армейцы насчитали к концу 60-х годов И то, что в итоге стало основой для работы Кривошеева И у меня... Просто я хочу напомнить нашим слушателям Так как Алексей упомянул Виктор Зимсков написал великолепное исследование о, ну, скажем, сталинских репрессиях В кавычках Книга называется «Сталин и народ. Почему не было восстания» Да, это была последняя книга И он уже, как говорится, без обедников говорил все те мысли, которые выношел в течение последнего времени И подтверждал их постоянно цифрами Да И вот, спасибо, Алексей, спасибо за разъяснение Опять же, я скажу, это якобы дискуссии И перейдем теперь к теме, объявленной Значит, 1943-1944 год Очевидно, так можно обозначить освобождение советского Крыма от нацистов Да, это конец октября, начало ноября Собственно, начало процесса Это прорыв Крым через перекоп и высадка десантов на Керченском полуострове И завершение в мае 1944 года, когда немцы и румыны были выброшены из Крыма Все-таки почти полгода Да Получается, что эта боевая операция продолжалась почти полгода Насколько было велико значение Крыма и для тех, и для наших, и для нацистов И с чем столкнулась Красная Армия во время этой операции Здесь следует сказать, что в начале борьбы за Крым считалось, что он будет покинут немцами И сейчас, уже имея на руках документы противника, можно говорить, что эти предположения были совершенно небезосновательными Они основывались и на наблюдениях, и на оценках общей обстановки И действительно, немецкое командование в Крыму изо всех сил собиралось хватать вещички и бежать с Крымского полуострова Присоединившись к основным силам, отступавшей в Тавре групп армии То есть, куда они предполагали, каким образом уйти из Крыма? Они через Перекоп собирались в октябре, через Перекоп уйти из Крыма Тем более, Красная Армия задержалась на так называемой линии, вот она Это часть Восточного вала в районе реки Молочной Алексей, извините, я вас перебиваю, что такое Восточный вал, пожалуйста Да, Восточный вал это линия, проходившая в основном по Днепру в южной части Советского Союза На которой немцы предполагали остановить наступление Красной Армии Измотать его, удержаться и добиться неких преференций в ходе мирных переговоров Гитлер перешел к стратегии оборонительной Произошло это с точки зрения решения Верховного командования в августе 43-го И собирались сесть на прочные позиции На северо-западном направлении под Ленинградом это была линия Пантера Ее собирались использовать для того, чтобы опереться и сдерживать наступление Красной Армии На юге Восточный вал и линия Вотона на отрезке, где Днепр поворачивает в районе Запорожья И дальше до Азовского моря, вот это линия Вотона И сходу взять линию Вотона не удалось И у германского командования в Крыму был период, когда они могли и хотели сбежать из Крыма Они эвакуировались с Таманского полуострова То есть все условия для этого в какой-то момент были Да, то есть их прикрыли на какое-то время и они в принципе начали уже из Крыма улетучиваться По существу на момент, когда Красная Армия начала операции по освобождению Крыма В Крыму остались две немецкие дивизии и шесть румынских И вот та армия, 17-я армия Енаки, которую вывезли с Таманского полуострова Она начала уже растаскиваться для восстановления рушачегося фронта в Таврии Если, Алексей, вы упомянули о румынских дивизиях Хотелось бы вот от вас, от историка, вы, тем более вы занимались Крымом Да Крымской операцией Услышать, какова же была на самом деле боеспособность этих румынских дивизий Насколько высоко или низко их ценили немцы? Так, боеспособность румын была, безусловно, сильно ниже немцев Это было связано и с социальными условиями Румынии Немцы прямо признавали, что командный состав румынских войск находится на достаточно низком уровне Страна аграрная, нет просто социального слоя, из которого можно было бы набирать офицеров Поэтому, при том, что немцы признавали, что румынский солдат там храбр Личная храбрость определенная, у них, так сказать, какой-то кураж Опять же, в благоприятных условиях у них это все было Но при низком уровне офицеров это все нивелировалось И в реальном бою они оказывались весьма сомнительным союзником Но, тем не менее, и есть такой англоязычный историк Аксворфи, который написал книгу о румынах во Второй мировой войне И он там говорит, что без румын, на самом деле, у немцев все же не получилось бы так долго держать Крым Поскольку, каковы бы они ни были, как солдаты, ими можно было затыкать какие-то дыры Это были, как говорится, штыки, которые можно было поставить на пассивном участке И заниматься операциями на главном направлении Поэтому не надо все же румын недооценивать Они постоянно были проблемы для немцев Собственно, крушение обороны Крыма у немцев, оно произошло из-за румын в конечном итоге Но, тем не менее, это были те люди, которые с оружием в руках, плечом к плечу с немцами Вели бои и участие Румынии во Второй мировой войне По отправке на фронт сотен тысяч, а всего там подняли, по-моему, почти миллион человек румыны Пропустили через армию почти миллион человек Это все равно помогало немцам Но то, что вы сказали... Алексей, вот вы сказали, немцы успели из Крыма увезти армию Часть армии Часть армии Но это же ошибка Это же оказалась ошибкой или нет? С точки зрения Верховного командования, вывод войск из Крыма считался ошибкой Гитлер считал, что, во-первых, потеря Крыма приведет к повышению возможности Красной армии по воздействию на Румынию В том числе с воздуха Он в этом ошибся или нет? Он в этом, я бы сказал, ошибся в том плане, что, когда принимались решения, фронт еще был дальше на восток А вот к моменту, когда Крым освободили, фронт уже стоял на подступах к Румынии Весна 44-го года, это уже изменилась обстановка То есть удержание Крыма, оно уже изменило свое назначение И, кроме того, Гитлер считал, что это влияет на позицию Турции и поставки Германии хромовой руды Кроме того, предполагалось, что таким образом удастся сковать часть сил Красной армии Позволить группе армии отойти на очередные, так сказать, выгодные позиции В любом случае, вот эти чемоданные настроения, которые были, действительно были у немцев в конце октября И когда советские разведчики видят, что на другой стороне Керченского пролива взрываются сооружения И, так сказать, происходит явная движуха по уничтожению материальных ценностей То есть оборонительные вот эти вот линии там долговременные Но даже не долговременные сооружения, а просто там какие-то портовые сооружения Все понятно Сооружения на аэродроме Багерова Что они уничтожаются? Логичный вывод какой? Противник бежит Уходит И сейчас мы на его плечах, не давая ему разрушить наш Крым Ворвемся и, можно сказать, победным маршем пройдемся по полуострову И вот 28 октября 1943 года фюрер, как говорится, приходит в ярость, как обычно И говорит, удерживать Крым любой ценой И все разворачивается, фарш пытается проворачивать обратно На аэродроме Багерова там повзрывали склады горючего Но надо, так сказать, фарш проворачивать обратно, снова возвращать самолеты Садиться в укрепление и все мероприятия по оставлению полуострова, они сворачиваются И при этом, естественно, время было упущено И возможности удерживать они уменьшились Отток войск продолжился, командующий Енаки начал говорить Верните, верните мне срочно 44-й корпус, который я только что вам отдал Ему уже никто ничего не отдал И вот эта вот суета и беготня кругами по Крыму Она выражается в том, что отправляют все, что под рукой С одной стороны, на защиту Перекопа А с другой стороны, она оставляется на Керченском полуострове Потому что было понятно, что русские могут высадить десант Кроме того, пометуя опыт зимы 41-42-го годов Немцы обороняют побережье Потому что они помнят, так сказать, ход конем с высадкой в Феодосии Когда фактически одним ударом резко изменилась обстановка в Крыму Когда высадились в Феодосии, заставили немцев бежать в Керченского полуострова И несколько месяцев эпопея Крымского фронта Пусть она закончилась для нас не самым лучшим образом Вы рассказывали, была отдельная передача Да, но это ход конем И вот этого хода конем все время немцы опасались Это стало для них постоянной угрозой Хотя они, естественно, обороняли Феодосию гораздо лучше Они ее нашпиговали минами И вообще высадка десанта в 43-м году Она была на порядок сложнее, чем это происходило зимой 41-42-го Вот того разгильдяйства, которое они допускали в конце 41-го года, уже не было То есть, задача была сложнее, войска стали опытнее И советские И те, и другие И те, и другие, да Задача была сложнее Но, тем менее, они этого всего опасались Поэтому вынуждены были разбрасываться на несколько направлений Опять же, советское командование уже опытное Знающее, что к чему И к перекопу выбрасываются передовые части подвижные танки, кавалерия И они умудряются сделать, я бы без привлечения скажу, чудо Когда ночь на 1 ноября 43-го года через проход в Турецком валу Небольшая группа, отряд 19-го танкового корпуса Во главе с командиром Васильевым Который потом за это получит Герой Советского Союза Проскакивает через Турецкий вал Занимает позиции у Армянска Уже, так сказать То есть, через перекоп Преодолев самое главное Турецкий вал Да, Турецкий вал Потому что Турецкий вал, он, несмотря на то, что был, так сказать Создан давно Он не утратил свою ценность Как, во-первых, наблюдательных постов А, во-вторых, как препятствие для пехоты Мы продолжим нашу беседу с историком Алексеем Исаевым После новостей Новости на радиостанции Говорит Москва Леонид Володарский Этим голосом сказано всё Продолжаем нашу беседу с историком Алексеем Исаевым Итак, Алексей, мы остановились на прорыве первого отряда советских войск в Крым Через Турецкий вал Да, через Турецкий вал прорвались И что главное, за что, собственно, Васильев получил герой Советского Союза Это за то, что он, будучи изолированным южнее вала То есть, немцы, естественно, попытались затянуть эту брешь в своей обороне Он сумел не только соединиться со своими Но и сохранить вот этот плацдарм на поступках к Армянску Поэтому у Красной Армии образовался кусок татарского вала На котором разместили кучу наблюдательных пунктов И это стало предпосылкой для позднейшего прорыва в Крым То есть, можно было видеть оборону противника Если бы не прорвались, то стояли бы перед стеной, за которой ничего не видно Понятно, что что-то может видеть авиация Но это авиация, она всё же не может постоянно, как лампочка, висеть И видеть любые, передвижать любые движения Тем более зима, наверное, и облачность То есть, с погодой не всё понятно Да, и поэтому вот этот вот первый шажок Причём, надо сказать, что Сталин вообще обещал прямым текстом, говорил Вот прорвётесь за татарский вал Турецкий Да, извините, это немцы его называли татарским Поэтому иногда так щёлкает, вспоминая, что писали немцы Так вот, прорваться за турецкий вал, давать звание Героя Советского Союза Не сообразуясь с нормативами То есть, Йосиф Виссарионович понимал цену захвата Крыма, вообще Крыма И Крыма, и конкретного рубежа И при этом надо сказать, что в отличие от советского командования в 1941 году Немцы абсолютно наплевательски отнеслись к обороне берега Севаша Если в 1941 году наши поставили там всякие заграждения, выделяли силы на это дело Немцы абсолютно индифферентно к этому отнеслись В результате подошли передовые отряды, местные жители пересекли вброд Севаш То есть, местные жители бы выступили в качестве проводников Да, проводников, местные жители из числа военнослужащих 4-го Украинского фронта Которых нашли и сказали, помогите Они вышли в нужное место, перешли Севаш пешком И на берегу никого не обнаружили И зажгли костёр, что всё нормально И в результате вот пешком, неся на себе только стрелковое оружие Образовали плацдарм, который неуклонно расширялся и стал для немцев головной болью Ещё одной головной болью для них стала высадка в районе Керчи На Керченском полуострове Это, во-первых, Эльтиген, который сейчас называется Геройская Поскольку там был плацдарм, который долго и героически оборонялась дивизия Гладкова То есть, 18-я Это такая страница, я бы сказал, мужества и стойкости В целом настроение у десантных групп тоже было Мы захватываем плацдармы и дальше просто преследуем противника То есть, в принципе, они отвечали на момент планирования Абсолютно отвечали планам противника То есть, немцы действительно собирали всё бросать и бежать И когда произошла высадка, вот эта смена настроения у немцев Она сыграла достаточно неприятную для советского командования роль Когда вместо бегства внезапно начали упорно сопротивляться И изо всех сил упираться на достаточно выгодных, на самом деле, позициях Алексей, скажите, пожалуйста, вы же ведь, естественно, когда работали над монографией о Крыме Вы туда ездили? Да, я ездил, но я ездил не в район Керчи, а я ездил в Севастополь Хорошо, вы были в Севастополе Но по изучению, там, карты вы изучали? Да, вот я всегда смотрю карты Ну вот, скажите, пожалуйста, насколько сложной была эта операция по крымским условиям? А я бы... И со стороны, конечно, советских войск А советских войск она была очень сложной ввиду того, что... Ну, опять же, возьмём Плацдарм на Севаши Там не было источников воды элементарно Не было растительности То есть, в условиях осени, поздней осени и зимы Надо было и топливо для того, чтобы элементарно обогреваться и готовить пищу Возить через Севаш И строили ради этого две грандиозные переправы Которые были реально грандиозными инженерными сооружениями Для высадки десанта, например, на поступок к Кельтигену Там постоянно двигался бар То есть, отмель, которая не позволяет сколь-нибудь крупным кораблям подходить вплотную к берегу То есть, людей высаживали просто в ледяную воду ноябрьскую И они должны были идти к берегу Там 100, пусть там 100-150 метров по ледяной воде По грудь ледяной воде И высадка в этих условиях, она, естественно, сильно усложнялась При этом выбора, по большому счёту, не было Нужно было или высаживаться в районе Эльтигена И иметь поддержку артиллерии с Таманского берега Или пытаться, как говорится, штурмом взять в наглую Камыш-Бурун порт Но при этом не иметь этой поддержки И смотришь карту советскую разведывательную Вокруг порта Камыш-Бурун натыканы немецкие огневые точки То есть, в общем-то, идти впасть дьявола И непонятно, с какими шансами на успех Но при этом, надо сказать, что высадка десанта 43-го, она всё же по сравнению с 41-м годом Была намного продуманнее и, я бы сказал, местами даже красиво сделана Скажите, пожалуйста, Алексей, вот морская пехота советская Она в этой операции выполняла вот именно роль свойственной морской пехоте Действительно, в передовых отрядах шли морские пехотинцы И вот, что я хотел сказать о том, как было красиво сделано Когда высаживались уже на Яникальский полуостров Это в районе Керчи, второй плацдарм Довольно замысловатый был план сначала высадить одну группу десанта Затем вернуться на косу Кушка Посадить ещё десантников и вернуться их высадить То есть, таким замысловатым способом одни и те же высадочные средства использовать два раза И вот это стопроцентно удалось И образовали плацдарм, который для немцев стал поглотителем всех их резервов С одной стороны, не позволяли советским войскам прорваться дальше При этом в январе 44-го года постались, опять же, обскакать немецкую оборону по морю Высадиться в районе мыса Тархан, то есть, в тылу немецкой позиции Достаточно квалифицированных людей, хорошо закалённых в боях Но свернуть оборону всё же не удалось В январе 44-го пытались в конце января ещё высаживаться в районе города Керчи Но, тем не менее, образовался такой позиционный фронт на Керченском полуострове Который, тем не менее, заставлял немцев держать там войска По сути, борьба свелась к тому, что у немцев было два направления, которые они вынуждены были оборонить И при этом манёвра между ними реально не было Ввиду, скажем так, слабо развитой дорожной сети Крыма Быстро перебросить войска от Перекопа и Севаша к Керчи и обратно было почти нереально Ещё третий фактор – опасение хода конём И пытались держать побережье, чтобы, не дай бог, советский флот не высадил десант Как в декабре 41-го года и не обвалил всё сразу И долго ли продолжалось вот это вот противостояние? Вот это противостояние, оно продолжалось и было связано с необходимостью подготовить переправы через Севаш Вот эти вот грандиозные сооружения, по которым можно было перебросить танки И вообще это было, я бы так сказал, тяжело себе представить, как это всё происходило Когда читаешь документы, говоришь о том, что танк грузили на понтон И потом 100 человек верёвками его тащили примерно метров 300 до другой конечности моста Это всё ночью происходило И вот так вот вручную, опять же, в далеко не плюсовую температуру Это всё перекидывали при этом на месте, на плацдарме Выкапывали для танков убежища такие, что они полностью скрывались И опять же, читаешь перед началом советского наступления в Крыму Командующий Енаки говорит, да какие танки? Нет там у русских танков, что вы выдумываете, командир корпуса Конрад? Там максимум у них катюши, а переправили целый танковый корпус При этом, когда начались зимние штормы, эти переправы разнесло волнами Понадобилось строить заново, но тем не менее перебросили тяжёлую артиллерию, танки А на Перекопе поставили командовать, перебросили туда войска 2-й гвардейской армии И поставили туда человек по фамилии Захаров Захаров, он был правой рукой Жукова в битве за Москву заместителем И вообще один из, я бы так сказал, может быть, незаслуженно забытых наших военачальников Он имел очень крутой нрав, но тем не менее, безусловно, профессионалом И парадокс был в том, что советская военная теория тогда С подачи, как ни странно, Иосифа Виссарионовича Сталина Она выступала против эшелонирования То есть формальные указания войскам запрещали эшелонирование А напротив, Захаров Алексей, я попрошу вас объяснить Эшелонирование, это традиционно То есть два полка дивизии впереди, один дивизии сзади Соответственно, в полках два батальона впереди, один сзади Вот это эшелонирование, то есть наращивание усилий в глубину Оно формально запрещалось приказом номер 306 наркома обороны осени 42-го года Которое на самом деле не соответствовало реалиям Более того, даже успели внести изменения в устав И войска де-факто, вот это парадокс Я даже специально был конференцией в МГУ Я читал там доклад, парадокс приказа номер 306 Когда есть приказ, но его повсеместно нарушают И всем все равно Потому что, так сказать, вождь сказал, надо вот так Зачто? Да, оно вот так А де-факто мы будем делать по-другому И Захаров как раз-таки отстаивал вот это эшелонирование Он продуманно расположил по эшелону свои войска И кроме того, он, опираясь на опыт позиционной борьбы И в том числе и Подмосковья Он очень хорошо подготовился к тому, чтобы прорвать позиционную оборону И несмотря на то, что ему достался вспомогательный удар Основной удар должны были с плацдармом на Севаше Вот когда началось в апреле наступление Он свою задачу выполнил и перекрыл то, что ему требовалось Требовалось ему, на самом деле, исковать противника И, может быть, при удаче прорваться И вот он сумел уверенно прорваться Опять же, с использованием десанта через Перекопский залив В общем, человек очень профессионально сделал свое дело И, я бы так сказал, один из, безусловно, героев борьбы за Крым А так, в начале 1944 года проблемы были, во-первых, переправы Во-вторых, накопление сил в условиях распутицы Потому что зима была необычно теплой И вот это вот в грязи наступление они вязли То есть и немцам, естественно, грязь мешала Но когда пишешь, читаешь... Не, ну распутица была и для тех, и для других Да, и для тех, и для других И когда в документах читаешь по этой грязи Проезжает только Студебекер Естественно, доставка элементарных вещей В том числе горючего для того, чтобы провести эту операцию Это целая эпопея Тем не менее, переправу построили Пусть с опозданием из-за того, что переправа сносила штурмом К апрелю подготовились к операции Так бы начали в марте И в апреле началось наступление на Перекопе Которое... На Перекопе и на Севаше Которое быстро привело к прорыву обороны немцев Если в случае с Перекопом это Захаров То на Севаше, во-первых, танковый корпус Который внезапно появился, как говорится, из тумана Какаясь, перед Титаникой Которого не было Да, и кроме того Командующий 51-й армией Кризер Он, начав наступление на главный... Слушай, Алексей, Кризер Это, во-первых, советский генерал Это советский генерал, этнический немец Этнический немец, но то, что я про него читал Это какая-то суперлегендарная фигура Он герой Советского Союза по итогам 41-го года Один из тех, кто получил герой Советского Союза В 44-м, в апреле, вот его заслуга в освобождении Крыма В том, что когда он на главном направлении потерпел неудачу Он не растерялся и развернул на то место, на то направление, где наметился успех И он развернул танки, артиллерии и за день прорвался Алексей, можно вас попросить назвать имя, фамилию, отчество, звание? Кому интересно, пусть посмотрят в сети Это, ну... Яков Кризер Яков? Генерал-лейтенант? Нет, к тому моменту он был генерал-лейтенант Генерал-лейтенант Да, генерал-лейтенант, герой Советского Союза, а руководил операцией в целом Василевский Ага Соответственно, у немцев была чёткая установка, что если мы теряем позиции у Севаша Перекопа, надо бежать И здесь мы сравниваем... Советские войска ворвались в Крым, и, собственно, уже сплошной линии обороны у немцев не было Да, они пытались в предшествующей неделе строить там линию, если не ошибаюсь, Гинденбурга где-то в районе Симферополя Но держать её, если уж не удержались на узких перешейках, или, да, на периметре Аздарма на Севашету, ловить там уже было нечего Если же межозёрные дефиле не задержали, то в чистом поле, пусть даже есть... Межозёрные дефилеют какой-то узкий участок обороны, очевидно Да, узкий, то есть есть два озера между ними, пространные Между ними, да И вот как раз там немцы пытались держаться, ставили румын в эти дефиле, но даже в таких, я бы сказал, тепличных условиях, как удержание узкого участка, где на фланге с одного фланга озера, с другого фланга озера, румыны не смогли Я бы, может быть, даже сказать, не смогли Да, и, так сказать, когда на это всё добавили танки, 19-го танкового корпуса, румыны побежали, и пошла массовая сдача в плен И вот теперь, наверное, всё-таки в крымской операции отдельная совершенно глава Севастополя Да Немцы стали отходить к Севастополю, и здесь, опять же, нужно видеть разницу между разными операциями Вот есть «Багратион», который мы в своё время обсуждаем Да, отдельная передача была Где вот эти отходящие немецкие колонны с воздуха громили и устраивали, я бы так сказал, им просто избиение настоящее Алексей, буквально в двух словах, у советской авиации было преимущество в воздухе? У советской авиации на тот момент, вот как раз я об этом хотел сказать, была одна большая проблема Вот весной, вот когда готовились к операции, горючего сумели навести на прорыв обороны немцев А вот дальше горючее кончилось, и авиация сидела на аэродромах Поэтому устроить немцам то избиение, которое можно было теоретически устроить в степной части Крыма, это не состоялось Просто потому, что катастрофически упало число вылетов Понятно, что какими-нибудь там ночными У-2 устраивать избиение колоннам было проблематично Поэтому Немцы отходят к Севастополю Да, немцы отходят к Севастополю, его пытаются взять сходу И опять же, по всем показаниям пленных, немцы собираются грузиться на транспорты и валить в Румынию Это все плены дружно говорят Но фюрер опять вмешивается, опять говорит, Севастополь объявлен крепостью И захотел он повторить оборону Севастополя, 250-дневную, которую осуществлял советские войскы О которой вы рассказывали во время своего последнего прихода на радиостанцию Да, прихода к вам на передачу И эвакуация останавливается Город объявлен крепостью Попытки его взять сходу не удаются Но одним из больших достижений советских войск становится сбивание немцев с тех укреплений, которые были у Красной армии в 1942 году Немцы попытались опереться на ту же линию обороны, которая была на периметре Севастополя Перенять советский опыт они хотели Да, перенять доты-дзоты и опять же настроить новые И вот их сумели на южном участке, там где у Балаклавы, сбить с этих позиций, которые имелись у Красной армии И немцы закрепились в районе Сапун-горы Но Сапун-гора находится не на той линии обороны, которая держалась советскими войсками по состоянию на начало июня 1942 года Вот это стало ахиллесовой питой немецкой обороны в Севастополе Именно то, что ключевым пунктом этой обороны была Сапун-гора? Нет, то, что они отошли от выгодных позиций, на которые занимали немцы А Сапун-гора сама по себе, она позиция сильная, но она была хуже той, которая имелась у советских войск в июне 1942 года Она проходила по всё же менее сложной и более тонкодоступной местности Сколько продолжались бои за Севастополь, когда всё было кончено? Да, так вот, никаких 250 дней, естественно, у немцев не получилось, да При этом надо сказать, что Василевский пошёл на конфликт со Сталином, но потребовал, чтобы ему дали время на подготовку штурма города К вопросу о том, что мясом завалили Да, Сталин говорил, давай всегда вперёд, но, тем не менее, в споре с ним Василевский доказал, что надо остановиться Подтянуть боеприпасы, подтянуть тяжёлую артиллерию и ударить уже, нанести достаточно сильный удар И главным аргументом снова стали танки И что произошло? У немцев были сильные позиции на северной стороне, вот там же, где оборонялась Красная Армия в 1942 году Тяжёлая местность, наличие советских укреплений, дополнение их собственными укреплениями Но, когда Красная Армия ударила по Сапун-горе, при этом, даже местная легенда Вот меня вёз таксист из аэропорта Симферополя, он мне рассказывал про какие-то фантастические цифры Чуть ли не 100 тысяч погибших на Сапун-горе Погибших? Советских войск, да, советских войск 100 тысяч? Да, 100 тысяч, говорит Смотрите, Алексей, 100 тысяч, это по численности того времени сколько дивизий? Ну, по численности дивизий, я думаю, что это в дивизиях, это 20 дивизий Реально весь 4-й Украинский фронт насчитывал 400 тысяч человек Учётом раненых, я думаю, что, как говорится, знамя над Севастополем водружали санитарки Если вот так вот... Если принять, если рассказ таксиста за основу Да, я как бы понимаю, что это местная легенда, но, тем не менее, Сапун-гору взяли достаточно быстро Буквально счёт шёл всё же на часы И если обратиться к документам противника, немцы оттуда побежали и не удержались Потому что они напихали в окопы пополнение всяких тыловых служб, которые серьёзно удара не выдержали И вот дальше, в тот момент, как раз когда Гитлер объявлял Севастополь крепостью, он сменил командующего, потому что Енаки к нему приехал, говорил Надо валить из Крыма, надо Севастополь бросать и убегать как можно быстрее Его отстранили, поставили командира корпуса из его армии, Альминдингера И вот тут Альминдингер, свежеспечённый командующий, он, я бы так сказал, потерял самообладание и выгодные позиции на северной стороне эвакуирует На северной стороне бухты Да, на северной стороне северной бухты То есть ему ударили на Сапун горы, это к югу от бухты, там где Севастополь Он эвакуирует оттуда, советские войска пытались сбить вот с этих позиций, достаточно серьёзных, в трудной местности Ничего не получалось, хотя там воевал Захаров, и он знал, как штурмовать Но тем не менее, продвижение исчислялось сотнями метров Он эти позиции бросает, свои войска вывозит, затыкать дыры на Сапун горы и обращается к Рексмарына Вывозите... Военно-морской флот, да, спасайте Да, спасайте меня, при этом спасайте меня А меня? Нет, не только, меня в смысле, так сказать, армию мою Но при этом он, эвакуировав позиции на северной стороне, он тем самым потерял бухту И когда 9 мая 1942 года в эту бухту входит очередной конвой, в том числе румынский танкер Продромос, на котором можно было вывезти несколько тысяч человек Артиллерия армии Захарова, бодрая, вот с другого берега просто разносит в клочья Он остался у памятника погибшим кораблям Все, кто смотрел там фильмы, книжки о том периоде, вот эта фотография румынского танкера у памятника погибшим кораблям Она кочует из одного книги в другую Он стал, так сказать, главной звездой нашего освобождения Севастопа Ну, победы Да, нашей победы И фактически Альмендингер поставил свой военно-морской флот в дурацкое положение, когда бухта потеряна, а просят спасать А, ну да, ну да Алексей, и вот у меня сразу вопрос Вы заговорили о немецком военно-морском флоте Какую роль сыграл советский военно-морской флот? Я только единственное, что хочу сказать Письменные эти всплески не принимаются Вот как они не принимаются уже несколько месяцев, так они и будут Темные экраны Пожалуйста, Алексей Относительно советского военно-морского флота На деятельность флота оказал большое влияние потопление немецким пикировщикам 6 октября 1943 года Лидеры двух эсминцев Которые выходили к Крыму Их нагнали Потопили И Сталин приказал в явном виде, что крупные корабли не упускать только по особому распоряжению Поэтому в освобождении Крыма крупные корабли не задействовались Задействовалась авиация, торпедные катера Но, так сказать, теоретически советский флот мог сказать свое веское слово Но тут надо сказать, что немцы-то были тоже не дураки Они держали, во-первых, торпедоносцы, самолет-торпедоносцы Во-вторых, флотилию торпедных катеров Поэтому, если бы попытались атаковать, то могли быть напрасные потери Сейчас новости на радиостанции, говорит Москва А в следующем часе Алексей Исаев закончит беседу и будет отвечать на ваши вопросы Новости Этим голосом сказано все Продолжаем нашу беседу с историком Алексеем Исаевым Письменные сообщения в любом виде не принимаются Мы их даже не видим Алексей, можно ли сравнить оборону Севастополя советскими войсками И оборону Севастополя немцами? Это к вопросу о том, как кто воевал, кто трупами заваливал и так далее Действительно, такое сравнение, оно напрашивается И сразу же можно сказать о том, о чем я, в принципе, упоминал ранее О том, что быстрый коллапс обороны Севастополя при его обороне немцами в мае 1944 года То есть, по сути, при первом сильном ударе Когда всерьез по Севастополю ударе оборона затрещала, посыпалась И немцы даже своими руками ее свернули Потому что оставление северной стороны – это сворачивание обороны Севастополя Напомню, что в июне 1942 года оставление северной стороны произошло только через две недели после начала штурма И то это потребовало немцев колоссальных усилий и стоило им немалых потерь При этом следует подчеркнуть, что ввиду специфики использования немецких военно-морских сил В которых была масса быстроходных десантных парж Примерно по 100 тонн водоизмещения Они могли доставлять в Севастополь из Румынии При этом, на самом деле, по более короткому плечу, чем возили из портов Кавказского побережья наши В начале 1942 года Они доставляли туда количество боеприпасов, которые вполне хватало на оборону И я бы даже сказал, что когда Альмин Дингер закричал, что эвакуируйте меня Вот эти транспорты, которые шли к нему, они ему везли еще боеприпасы И в условиях потери бухты эти транспорты превратились в плавающие бомбы Потому что на них еще людей грузили, и на них оставались боеприпасы не выгружены Поэтому, находясь в лучших условиях снабжения, немцы посыпались быстрее Вот в этом отношении сравнение явно не в пользу немецких войск При том, что действительно можно сказать, что вот, у немцев были румыны Но и Приморская армия была неоднородной Если мы обратимся даже к воспоминаниям ее начальника штаба То увидим, что пополнение, которое присылали с Кавказа Оно тоже было, как говорится, этнически очень неоднородным Естественно, его и подготовка, и, опять же, элементарно владение русским языком О чем Крылов прямо писал в мемуарах, изданных в советское время Он писал о том, что люди не очень понимают русский язык, который нам прислали в декабре 1941 года Им прислали свежие дивизии, пополнение И большие проблемы с тем, что хотя бы понимали команда командиров Это не говоря уже о устройстве пулемета Да, при том, что выучить пулемет Максима, как говорится, просто времени много требует Не только знания языка, но и времени Поэтому при весьма неоднородном этническом составе Одно другого вполне компенсирует То есть наличие румын у немцев и наличие, так сказать, плохо знающих русский язык призывников в Приморской армии Это проблема, которая совершенно не скрывалась И Петров даже говорил, давайте дивизию расформируем И давайте вы от нас их увезете Практически прямым текстом, что они показали низкую боеспособность Он совершенно без обиняков писал в январе 1942 года Что вот эти показали низкую боеспособность И вот давайте мы армию радикально переформируем и сократим Поэтому условия в этом отношении были примерно равны При этом надо еще сказать, что советское командование неплохо проработало именно план штурма То есть оно нашло ту болевую точку, которая сработала Вот эту самую Сапунгару Хотя вроде бы теоретически представляет собой прочные опорные пункты Действительно за нее было тяжелое сражение Но удар танками там принес успех То есть в том числе и с точки зрения правильного составления плана наступления Сравнение оказывается не в пользу немцев Что касается неизбежное сравнение эвакуации Во-первых, когда сравнивают цифры, что вот вывезено там из 200 тысяч немецкой 17-й армии Было много вывезено Забывают о том, что значительная часть вывезенных приходится на апрель Когда немцы побежали из Керченского полуострова и от перекопа с Севашом И начали массово вывозить людей уже тогда Это все равно, что, например, в марте или апреле 1942 года начали бы вывозить Приморскую армию Да я думаю, что если бы в марте-апреле 1942 начали бы вывозить Приморскую армию Тоже без помех могли бы половину вывезти И, кстати, никакого тогда еще мощного воздушного флота под Севастополем не было И вывоз этих людей прошел бы совершенно безболезненно Но предпочли сохранить и держаться Поэтому Севастополь как раз пример того, что Красная армия 1942-го показала себя лучше вермахта в 1944 году Чем сразу по нескольким показать, при том, что, опять же, Красная армия применила тот же метод, что и немцы С форсированием бухты Мало того, что немцы быстро форсировали, быстро отвели войска с северной стороны Они еще забыли свой же опыт 1942 года И не приготовились к тому, что их будут атаковать через бухту Немецкий план Манштейна 1942 года С самого начала скакать через бухту Точно так же, такой же логичный план был у советской команды Если выходим на берег бухты, мы ее форсируем Тоже форсируем, а Севастополь освобождается уже 9 мая 1944 года Как я люблю по этому поводу острить Советское командование безжалостно бросало войска в бой, чтобы освободить Севастополь к Дню Победы Прошло достаточно быстрое освобождение Севастополя И дальше немцы отошли на запасной рубеж на мысе Херсонес И встали в позу Дорогой крик сморения Вывозите Вывозите При этом вывоз по существу был сорван Во-первых, немцы были вынуждены двигать корабли днем Днем им устраивали избиения, естественно, и советские штурмовики То есть, к тому времени уже с Горючим был полный порядок Да, с Горючим уже, благодаря, опять же, конфликту Сталина с Василевским Была пауза на подвоз Горючего С Горючим было все хорошо И с берега стреляла артиллерия, топила Причем этим самым злосчастным продромосом дело не ограничилось В итоге было два Титаника Это Татила и Тея Два теплохода, свежие постройки На каждой из которых было погружено по несколько тысяч немецких солдат Один потопили прямо у мыса Херсонес Второй по дороге в Румынию И если, опять же, читать немецкие документы То вывоз войск из Севастополя по более короткому плечу В более благоприятных условиях Все же советская команда Для него Крым был вспомогательным направлением Потому что в то же время, так сказать, шло крупное и масштабное наступление на Украине И, так сказать, сосредотачивать все усилия авиации в Крыму не имелось возможности В более благоприятных условиях Для немецкий вывоз был катастрофой Закончилось все тем, что войска побросали позиции Вышли на берег, на причалы А там никого нету И началась массовая капитуляция И было в плен взято за несколько часов Там около 25 тысяч человек И, кроме того, весь берег был усеян касками Было множество трудов Александр Верт, английский журналист, который приехал Он это все наблюдал И он видел картину жуткой катастрофы С плавающими берега телами немецких солдат многочисленным То есть он видел и описал Просто какой-то эпических масштабов катастрофы немецкой армии в Крыму И действительно, соотношение потерь в этой операции Было 1 к 4 в пользу Красной армии То есть Красная армия потеряла в 4 раза меньше противника В наступательном бою В наступательной операции Достаточно тяжелой С прорывом позиционной обороны С необходимостью наступать в сложных горных условиях Тем не менее, потеряла в 4 раза меньше противника И, опять же, неизбежно мы обращаемся к теме командования И вывоза, потому что... Да, это последний был мой вопрос Извините, Алексей Книга Александра Верта называется «Россия в войне 1941-1945-го года» Да, да, там очень много разных моментов И в том числе, вот, одна из самых ярких страниц – это Крым А скажите, пожалуйста, Алексей Вот вам, как историку, книга Верта Вы считаете ее ценным материалом? Ну, он... Я бы так сказал Она интересна, как взгляд со стороны При этом, если сравнивать То, конечно, Симонов нагло выше Потому что Симонов, опять же, лес в пекло Вот если Симонова послали бы туда Если бы он находился в этот момент не на Западной Украине А в Крыму Он бы, как говорится, до Херсонес пришел бы Скажите, а не было приказа сверху, чтобы не пускать вот в самое пекло? Или плевать он хотел? Я думаю, что, несмотря на любые приказы Он просто человек был такой Человек, который садился в подводную лодку Плыл к берегам Румынии еще в 1941 году Точно так же он постоянно шел по пятам войск Вот на Украине Вот было грандиозное наступление Проскуровская черновицкая операция Вот он тогда был там Он просто, что называется, в Крым немного опоздал Если бы, как говорится, указали, приказали из Москвы, езжай в Крым То он бы, я думаю, что очень интересно нам об этом всем рассказал Да, так вот, возвращаясь к вывозу командования Вывоз командования, значит... Как советского Да Так и немецкого Первое, что нужно сказать И в том, и в другом случае Командование вывозили, когда оборона уже рухнула Часто обвиняют Октябрьского и Петрова Советских командующих, соответственно, Черноморским флотом и Приморской армии Что вот они уехали вместе с старшими офицерами И оборона рухнула Это не так Оборона рухнула за двое суток до того, как они уехали Ну, даже если возьмем за сутки Реально за двое суток уже оборона рассыпалась И происходила агония армии В условиях жесточайшего кадрового кризиса Вывоз вполне объясним И в том, и в другом случае это происходило по приказу свыше То есть, в случае Севастополя 1942 года это приказ Ставки Точно так же Верховное командование приказало Уезжайте из Крыма И при этом очень предусмотрительно командующий 17-й армией Эльминдингер Держал катер торпедный На который погрузился и убыл При этом была замечательная история Как там что-то забыли Офицера загрузили в шлюпку Он там поплыл за тем, что забыли А когда вернулся обратно, катер уже уплыл Это, кстати говоря, чисто немецкий порядок организован Нет, с порядком организованности все было просто чудовищно И, как говорится, да Там вслед за командующим армией уехал назначенный новый командующий корпус Конрад И, в конце концов, капитуляцию, так сказать, немецких войск Осуществлял командир дивизии Биоме Поэтому говорить о том, что вот германское командование, что называется, осталось плечом к плечу своими комрадами Это неправда При этом нужно сказать, что Альмин Дингер при этом несет ответственность вот за это свое непродуманное решение, сорвавшее эвакуацию Хотя он мог оставить держаться северную сторону и оставить бухту и более благоприятных условиях эвакуировать своих солдат Вот он своим, так сказать, суетой это все сорвал Пусть он, да, вчерашний командир корпуса, но вот, тем не менее, это так Оно просматривается вполне четко и определенно И последний у меня к вам вопрос, это уже не имеет никакого отношения к крымской операции Это вот книга «Как выигрываются войны» Да Опять же, был такой небольшой переполох в сети Откуда, собственно говоря, я это и взял Там, по-моему, если я не ошибаюсь, основная идея в том, что Восточный фронт второстепенный А вот мы их там разбомбили, и они сдались Да, исследователь Абрайан, который написал книгу «Как выигрываются войны», где отстаивает тезис о том, что Вторая мировая война была выиграна в воздухе и на море И вот что поражение Германии было предопределено именно в воздухе и на море Я ознакомился с этой книгой, могу сказать, что она написана очень своеобразно То есть человек, например, описание 1944 года начинает с его, не поверите, середины То есть еще креативнее было бы, наверное, начать с сентября 1944 года описывать Он даже действия союзников на других театрах он игнорирует При этом он пересказывает легенду о том, что немецкая дивизия, учебная танковая дивизия, так называемая «Панцерлер» Она была разгромлена с воздуха, хотя новейшие исследования уже 2000-х годов говорят о том, что потери немцев из этого соединения от ударов с воздуха И которые действительно им устроили ковровую бомбардировку, потери немцев оказались ниже, чем собственные потери союзников, до которых долетели бомбы Там даже один генерал американский погиб, потому что он вылез в передовые окопы наблюдать за этой ковровой бомбардировкой И одна из бомб прилетела как раз-таки рядом с его окопом Какое несчастье! Да, и это говорит о том, что вот эффективность вот этих ударов с воздуха, какова она Соответственно, вот эти вот тезисы о том, что воздушная война предопределила поражение Германии Она зиждется на весьма таких слабых тезисах Самым ценным ресурсом для Германии были люди И вот людей-то как раз перемалывал советско-германский фронт Вот Добрайан говорит, подумаешь, какие-то там, что называется, 2000 танк, 10 тысяч орудий, которые исчезли вместе с армией Паулюса Это, как говорится, ни о чем Да это вообще не разговор Производство быстро прикрывается Но армия Паулюса, это почти 300 тысяч человек Которые были приставлены к этим орудиям и танкам И вот это как раз-таки было огромной потерей для немцев Не только с точки зрения того, что это были квалифицированные солдаты Еще, что нужно сказать, частично с довоенной выучкой Это были те люди, потери которых... Невосполнимы Да, невосполнимы И он, Абрайан говорит, немцы потеряли подвижность и поэтому проиграли Давайте посмотрим, где они теряли подвижность Подвижность они теряли зима 1941-1942 года под Москвой Вот эти терриконы брошенных автомашин в подмосковных лесах Ну, это хроника Хроника Да, это все четко видно Следующее большое, так сказать, прореживание немецкой подвижности Это осень 1943-го, весна 1944-го годов Наступление на Украине, где основная масса германских танковых войск Опять же, утратила свою подвижность Потеряв и огромную массу бронетехники И потеряв огромное количество автомашин Почему меня позабавило то, что проигрывание начинается с лета 1944-го года Потому что мило так забывать, что происходило весной 1944-го года А если смотреть на количество автомашин, потерянным вермахтом То как раз-таки всплеск – это весна 1944-го года И поэтому, когда во Франции выведены оттуда, опять же, Советско-германского фронта, СС-овские дивизии, там, Лейпштандарт, Досрайх Они мало того, что у людей потеряли самоценный ресурс Они ещё от нас уехали без автотранспорта, потеряв подвижность И, естественно, в этих условиях, правильно можно говорить, да, вот летом 1944-го немцы потеряли подвижность Случайно А где они её потеряли? Да-да-да-да-да-да Они её потеряли не в стратегическом бомбардировках И если, опять же, говорить о том, что вот внезапно исчез Советско-германский фронт Или он превратился в некую такую аморфную конструкцию Где, так сказать, сравнительно небольшие группы немцев Удерживают позиционный фронт от моря до моря Немцы же могут разворачивать свои ресурсы в направлении ПВО В направлении, опять же, того же флота И условия ведения воздушной войны сразу изменятся Поэтому говорить о том, что вот в 1944-м году бомбили железнодорожные магистрали Там выбивали мосты, уменьшалась подвижность Уменьшалось там производство Рассредоточением промышленности немцы в значительной степени компенсировали эффект от ударов Да, у них были потери, но эти потери не были критичны Вот критичными были потери людей И потери людей это было огромное кровопускание Это как раз-таки Сталинград, который выводится из рассмотрения И большое кровопускание это Багратион Вот, я только хотел вам задать этот вопрос Да, когда, опять же, приходится упрекнуть английского исследователя Что он не знает современной историографии Что есть книга шведского учёного Цеттерлинга Нормандия, 44 Которые цифрами в руках показываются Сколько немцы теряли на советско-германском фронте Сколько они теряли на Западе На Западе даже в худшие периоды Лет 44-го, когда союзники наконец-то прорвались с плацдармов Они теряли в любом случае в три раза меньше, чем на советско-германском фронте И вот это кровопускание вермахта, оно привело к тому, что в итоге Германию оказалось, Германия имеется в виду как Ту территорию, которую занимал рейх к сентябрю 39-го года Её оказалось некому оборонять Когда призывалась в армию Венка подростки 15 лет Это истощение людских ресурсов Германии Поэтому вот эти вот попытки говорить А вот мы молодцы, потому что вели воздушную войну И мы, так сказать, готовы были в 43-м году высадиться Ну вот правильно сделали, что не высадились Что не высадились Да, это всё, в общем, достаточно слабые тезисы И при этом надо сказать, что выступали против вот этих вот слов о том Что война выигрывается на море и в воздухе и западные историки Поэтому надо отдавать себе отчёт в том, что Такие попытки натянуть сову на глобус Они встречают сопротивление в том числе со стороны Профессионального западного сообщества Понятно, что в широкую публику это всё расходит Это действует Да, оно расходится, но тем не менее Не надо недооценивать профессиональное сообщество Которое в том числе, например, может для многих это окажется удивительным Издают, например, нашу войну, имеется в виду 30-х годов Теоретика Серсона Издают его работы с комментариями Издают советские закрытые послевоенные уже 50-х годов генштабовские работы Опять же, переводят на английский язык с комментариями Поэтому нас изучают, если говорить о профессионалах То они значение Советско-германского фронта понимают Но при этом с завидной регулярностью появляются Вот такие Да, вот что выиграли на море и в воздухе Что, так сказать, всех изнасиловали и прочее Это да Вы имеете в виду, всех изнасиловали, весь Вермант Да, что вот эта, кстати, наступающая Красная Армия Да Да, устроила, так сказать, нечто ужасное То есть вот эти тензисы, они в любом случае выбрасываются на публику При этом иной раз в наукообразной форме Алексей, вопросы? Да Алексей Исаев до конца передачи будет любезно отвечать на ваши вопросы Напоминаю, по московскому коду 495-7373-948 Ваш вопрос Алексею Исаеву Здравствуйте Здравствуйте Алло, здравствуйте Здрасте, а вы выключите там, у вас там что-то Меня зовут Половинкина Нина Сергеевна У столичного агентства по возврату долгов специалистов финансового контроля Как это? Я никому ничего не должен, ну что, мне бы самому получат Все, 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 у вас, я знаю, что у вас, да 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Да, доброе утро Здрасте А я бы хотел спросить, уважаемый историк А как он относится к мемуарной книге «Тактика русской компании» Эки Миллердорфа Который полностью подтверждал героизм российских войск Который ломалась отлажная машина вермахта И объясните, пожалуйста, позицию Турции Которая не вступила в войну ввиду переменного успеха в начале войны и в конце Или она боялась вторжения англо-советских войск из Ирана Либо ввела все-таки в сепарацию переговоров Спасибо, все поняли Спасибо за вопрос Да, спасибо Что касается Миллердорфа, ну, это все же мемуарный источник И когда я пытался найти, например, какие-то нужные мне моменты Например, там уже Проскуровско-Черновицкая операция Тарнополя Я у него это все не находил И надо сказать, что очень много приходит легенд Именно из вот этой тактики в русской компании Что вот вроде бы все тихо, вдруг раз, внезапно русское наступление на столу танковой армии На мой взгляд, это не... Он объясняет, как это так получилось? Ну, вот как-то это вот происходит чудом Поэтому я так скажу, что из имевшихся foreign military studies, которые собирали англо-американцы после войны Миллердорф все же не лучший представитель И, может быть, для советского периода, когда это только издавалось Это, может, было откровением Сейчас это отнюдь не откровение Даже на фоне, например, того же Рауса Который тоже не сказать, что, так сказать, выдающийся мемуарист с точки зрения глубокого анализа Но он отстает даже от Рауса Буквально 35 секунд осталось до новостей Да, по поводу Турции Значит, Турция занимала очень осторожную позицию, кажется, ласково теле двух манток сосет Да, и в небе над Стамбулом летали одновременно фокевольфы 190 и спидфайры С турецкими познавательными знаками, полученные, соответственно И оттуда Да, оттуда и оттуда Но, тем не менее, несмотря на то, что англичане сказали Продавайте всю хромовую руду нам Мы вам заплатим, сколько вы запросите Тем не менее, турки тихо-тихо гнали контрабанду в Германию Поэтому вот двух мамок Алексей, вы тогда закончите ответ на этот вопрос После новостей, новости на радиостанции, говорит Москва Леонид Володарский Этим голосом сказано все Продолжаем нашу беседу с историком Алексеем Исаевым И до конца передачи Алексей отвечает на ваши вопросы 495-7373-948 Ваш вопрос, пожалуйста Да, здравствуйте Спасибо вам, Алексей, за ваши передачи Спасибо Я хотел сказать Скажите, а вот незасложно забыта Малая земля, книга Брежнева Что касается Малой земли На самом деле Все эти события, они по-своему интересны Другой вопрос Что, может быть, в период правления Леонида Ильича На них акцентировалось чрезмерное внимание И это пошло, может быть, не на пользу Объективному изучению Потому что так получилось Что не основной плацдарм стал основным А там, где собирались высаживать главные силы Там высаживали танки Там была неудача Но в целом Я бы сказал, что Малая земля, может быть, несмотря на то, что Она так связана с Леонидом Ильичем И вот эти вот, так сказать Работы советской пропагандистской машины Это достаточно интересный эпизод Который стоит изучать И, может быть, изучать И я буду очень рад Если наши специалисты по военно-морскому флоту Этот эпизод проработают на современном уровне С привлечением документов обеих сторон Так как это было сделано с большим десантом Кузнецова Я имею в виду книгу Андрея Кузнецова Большой десант по Керченской-Литигенской операции Вот если то же самое будет по Малой земле Будет просто отлично Пожалуйста, ваш вопрос, Алексей Исаеву Здравствуйте Здравствуйте Большое спасибо за передачу, как всегда Вопрос такой Вот, Леонид, Алексей А можно будет, ну, как-то в будущем Услышать передачу Может быть, я что-то пропустил Недавно только слушать начал вашу программу СМЕШ против Абера Спасибо А, все понятно Алексей Ну, я так скажу, что я все же не являюсь специалистом по истории Слушайте, вы знаете, я обращусь к Александру Колпакиде Да, я знаю Это вот специалист И спасибо за предложение Потому что у нас СМЕРШем, я боюсь, некоторое просвещенное меньшинство Подавляющее меньшинство нашей просветленной публики Детей до сих пор пугает А вот что это было за организация И действительно Я читал американскую книгу Где было четко сказано СМЕРШ переиграл все немецкие спецслужбы На Восточном фронте И в радиоиграх, и так далее, и так далее Спасибо 7373948 Ваш вопрос, пожалуйста, Алексей Саеву Добрый день Здравствуйте Любовь, вопрос такой Пожалуйста, ходят слухи, что немцы во время оккупации Крыма Там строили мост Который вот теперь строится Что об этом вы знаете? Спасибо Спасибо большое за вопрос Да, там действительно строился временный мост Они в 1942 году даже высаживались на Тамань Ну, к тому моменту уже, так сказать, эта Красная Армия отступала Это была такая высадка в полигонных условиях и борьба с прибоем Действительно был временный мост, который снесли природные условия И существовала еще переправа Канатная дорога Вот канатная дорога, она просуществовала довольно долго Но, естественно, никакого сравнения с тем мостом, который строят сейчас Это все не имеет Это все делалось на живую нитку И грузоподъемность и пропускная способность всего этого была невысока Я приведу один простой факт в подтверждение этой мысли Немцы все равно на Тамань очень много возили авиации Несмотря на наличие вот этих вот средств Они активно использовали авиацию для того, чтобы возить себе и снабжение, и пополнение на Тамань В 1943 году Военно-транспортная авиация Да, военно-транспортная авиация Как раз вот то, что нагнали под Сталинград Вот это все было использовано для снабжения Таманского полуострова в течение первых месяцев 1943 года Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Юсаеву Здравствуйте Нет, так никак не получится Все, значит, вообще не получится Пожалуйста, 7373-948 ваш вопрос Здравствуйте Здравствуйте, Алексей Пожалуйста Вот прямо записываю Чтобы почитать, на ваш взгляд, по поводу поведения татар в Крыму, конкретно Керчь Все, спасибо Нет, вопрос понятен Вопрос понятен Это Романько, есть крымский историк Олег Романько, который тему подробно раскрывал, причем раскрывал именно в динамике от энтузиазма татар в конце 1941 года до полнейшего разочарования, которое они испытали уже в 1943 году и, собственно, в 1944 год, когда уже пошло и массово стали перебегать, в том числе и с коллаборационистских формирований к партизанам И есть еще книга, она называет, автор Игорь Пыхалов, а называется книга «За что Сталин выселял народы» Очень сильная сторона для меня, не для историка, а для интересующего человека, это то, что практически документ Вот документы, документы, документы и документы, а от автора минимально Да, ну, естественно, всегда нужен анализ представленного И, да, действительно, если говорить одной фразой, то крымские татары нанесли очень тяжелый удар по началу партизанского движения в Крыму Да, в конце 1941 года, когда были разгромлены, заложены базы и склады Для партизанского движения Да, для партизанского движения партизанов в Крыму сразу были поставлены в очень тяжелое положение Причем вот книга Романько, вот Алексей совершенно точно определил в динамике Да, вот это не было В динамике 7373948, ваш вопрос, Алексей, здравствуйте Добрый день Добрый Пожалуйста, ваш вопрос А в Днепрогресс генераторы, которые немцы установили во время войны, до какого времени просуществовали? Нет, генераторы, по-моему, они ничего не останавливали, они использовали ее как мост То есть ее Красная Армия взорвала в 1941 году, здоровенная брешь была, вот брешь залатали, но так это была переправа для танков А, то есть это не то... Они восстановление, они, насколько я знаю, опять же, я могу ошибаться, я по памяти говорю, но они даже не пытались ничего тут восстанавливать Просто, ну, не испытывали в этом нужды, то есть они не... И оккупационный режим не требовал такого количества электроэнергии Ваш вопрос, Алексей Саеву, здравствуйте Алло, здравствуйте У нас Александр из Москвы У нас в семье легенда ходит, что при движении наших войск в 1945 году к Эльбе Жукову не раз поступали доклады, что попадаются трупы в незнакомой форме Но он все равно давал приказ двигаться до обозначенных рубежей Спасибо Подождите, а я не понял Ну, незнакомой форме, может быть, имеется в виду американцы, столкновение с американцами На это можно сказать, что были очень четкие соглашения относительно взаимного опознавания Поэтому, да, воздушные бои случайно происходили, это имело место инциденты Но столкновение войск именно, их не имело места И опять же, благодаря очень четким процедурам, как себя вести То есть это было обговорено советским и американским обгадованием Да, это было обговорено, к тому же вот встреча на Эльбе, она произошла именно на Эльбе Когда вышли с двух сторон к реке и встретились на рубеже этой реки Не пытаясь там рассылать какие-то передовые отряды за ее линию На запад и на восток, соответственно 7373948, ваш вопрос, Алексей Исаеву, здравствуйте Ваш вопрос, пожалуйста Ну, нет, значит, нет А, а незнакомая форма, я могу предположить, это могли быть моряки Это могли быть немецкие моряки, которые форма отличалась от армии От вермахта? Нет, вермахт, это вооруженный сет А, это вообще... От Дасхер и от... Вермахт, это все вместе, то есть это не сухопутно Да, поэтому могли красноармейцы знать, как выглядят армейцы, как выглядят эсэсцы, как выглядят даже люфтваффы А вот как выглядят криксмарины, наши красноармейцы, которые не видели моряков раньше Немецких моряков раньше не видели, они могли их не видеть и считать, чтобы попадать действительно трупы в какой-то необычной форме Да, поскольку если Жукова предъявите, у него было у кого спросить Кто-то ему говорит, нет, это морская дивизия, присланная, так сказать, на помощь Берлину, Деницам А, и такое было? Нет, моряки были, да, причем моряки были и в Берлине То есть в Берлине была дикая солянка, поэтому, да, вот я могу предположить, что была основа для этой легенды 7373-948, ваш вопрос Алексею Саеву, здрасте Алло, здрасте, а скажите, вот промышленность шахты Донбасса, там металлургия на Украине работала? Шахты немцы пытались задействовать, но по большому счету они им не были нужны Во-первых, естественно, там и разрушения, преступления были А всерьез немцы, если говорить об оккупированных территориях, пытались восстановить работоспособность нефтяных вышек Майкопа Вот к этому они пытались, по крайней мере, подойти серьезно и серьезно занимались их восстановлением Правда, до того, как их погнали с Кавказа, они ничего толком сделать не успели, да Пожалуйста, ваш вопрос, Алексей Саеву, здравствуйте Здравствуйте, спасибо за передачу У меня вот вопрос следующий В Крыму в годы войны руководил партизанским движением Макаров Вот, имя отчества, я его не помню Об этом говорится в книге «Таврида в огне» И он же был тот самый капитан, вот, адвитанский его превосходительство Это одно и то Нет, 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 это абсолютно разные люди То есть это, скажем так, фамилия достаточно распространенная Поэтому, да, тем более вот те события, которые были, легли в основу адвитантового превосходительства Они все же в реальности происходили немного по-другому Да, кстати говоря, и вот, Алексей, ваш коллега, Александр Колпагиди, он рассказывал об этом Да Пожалуйста, ваш вопрос Здравствуйте Алексей, это Александр Москва Скажите, пожалуйста, как найти ваш email или адрес Есть записи командира медсанбата, который воевал в Крыму Ну, пишите мой адрес, я в книгу вставлю Алекс, собачка, онлайн-ру Пожалуйста, ваш вопрос, здравствуйте Ну, или доктор Гильятен в «Живом журнале», там, в общем, тоже можно найти, да Есть записи Пожалуйста, ваш вопрос, здравствуйте Здравствуйте, Владимир беспокоится Скажите, вот когда Октябрьский покинул свои части По приказу Сталина, естественно Судьба этих людей, они все были расстреляны Кто остался, в каком процентном соотношении Спасибо Люди либо погибли в последних Бояр Да, в последних схватках за Севастополь Точнее, уже за район Херсонеса Либо попали в плен То есть, часть сумела прорваться к партизанам При этом определенное количество Правда, небольшой процент от тех, кто был изолирован в районе Херсонеса Сумели эвакуироваться, посылали туда катера-малоохотники То есть, несколько ночей еще пытались кого-то эвакуировать Но, опять же, это уже очень мало счастливчиков Тех, кто смог добраться на своих Там на плотах самостоятельно кто-то держался очень долго в прибрежных скалах Там последние очаги сопротивления немцами были подавлены только примерно к середине июля То есть, примерно две недели после коллапса обороны Севастополя Ваш вопрос, Алексей, здравствуйте Да, добрый день, уважаемые Один вопрос по существу сегодняшней темы Скажите, что за операция была в районе Судака При обеспечении Керченского фердосийского десанта Очень много слышал о том, что военные моряки, так сказать Естественно, взяли город Ну, для того, чтобы обеспечить стянули на себя немецкие войска И так далее, и так далее Это был 1973 год А вот сейчас что об этом известно? Спасибо Нет, ну, это имеется в виду, что писалось в 1973 Но писалось, на самом деле, неоднократно Если говорить кратко суть Это январь 1942 года Высадка в Судаке Судак благополучно захватили Но главное, требовалось выйти к узлу дорог Севернее Судака, находившегося на побережье Нужно было захватить дорогу в горах И вот это была главная задача десанта При этом фактически она была выполнена Но поскольку в целом события под Феодосией Развивались для Красной Армии неблагоприятно То десант оказался изолированным Думали даже о его эвакуации Но потом сохранили, даже усилили Но тут немцы, так сказать, расправившись с Феодосией Сосредоточили достаточные силы И этот десант был разгромлен подробнее Можно почитать в книге, которую я с коллективом авторов Выпустил в конце прошлого года Это «Битва за Крым» Там довольно подробно с опорой на советские немецкие документы В том числе доклад Салихова Командира отряда, который высаживался в Судаке Описываются все эти события Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву Здравствуйте Ваш вопрос, пожалуйста Вопрос такой Мой отец был воспитанником 2-го стрелкового полка 1-го московской правительства 2-м полком командовал кризер Его зовут Яков Григорьевич И он никаким немцем не был Он был чисто евреем Вы немножко ошиблись Ну, может быть, скажем так Официально считается, что он был все же немцем Официально Я читал, что он все-таки был Это не имеет Кстати, вот, если уже говорить Какое это имеет значение? Ну, это да Национальный состав Тут, в общем Посмотрите Национальное происхождение Может быть и так Но это ничего не меняет Я так полагаю Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву Алексей, у меня к вам вопрос Вот Спасибо вам Вашему поколению историк Которые Ну, молодые ребята Вы воссоздаёте истинную картину того времени Сколько ещё работы? Впереди или уже какой-то очень значительный массив сделан? До конца жизни хватит То есть, в общем, пока, так сказать, работы ещё много Ещё много, да? Какие, с вашей точки зрения, самые значительные, вот, как говорится, белые пятна? Восточная Пруссия То есть, борьба за Восточную Пруссию Начиная с конца 44-го года и до падения Кенигсберга То есть, вот, Восточная Пруссия, она пока является, по большому счёту, белым пятном Куча и легенды, мифологии, но вот толково, так сказать, пошагово описано, что произошло, вот этого нет Этого нет Да, если говорить о, так сказать, крупных событиях потом На самом деле, плохо проработана битва за Днепр Нельзя сказать, что сейчас есть исследования современного уровня И вообще за не только Днепр, но и правобережная Украина То есть, вот, гвоздь в гроб панцерваффе немецких танков Немецких танков Был забит Когда? Именно на борьбе за Украину То есть, начиная с форсирования Днепра и до весны 44-го года Вот это было избиение немецких танковых войск И потеря их первоначального состава, кадров И после этого удара они уже, по большому счёту, не оправились Не оправились, да И это пишет Гудериан, что наши танковые соединения погибли в... В битве за Украину Скажем так, в бесконечной обороне последнего года Он это писал в конце марта 44-го года Но, по сути, это именно отступление к Днепру И борьба за правобережную Украину В основном, опять же, борьба за правобережную Украину Ваш вопрос Алексею Исаеву Здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте, да Отличная передача Это Константин Иванович Сарова Пожалуйста Вы знаете, это было недавно в Вязьме И узнал, что там 900 тысяч окружили немцев в 41-м году То есть, получается, что Сталинград меркнет перед Вязьмой Значит, ну, надо сказать следующее Что 900 тысяч – это неточные подсчёты окружений и Вяземского, и Брянского фронтов Причём, произведённые путём вычитания первоначального количества Из того, что было на Подтулой и на Можайской линии обороны Этой подсчёты неправильные Потому что, не учитывая тех, кто отходил через РЖФ То, что стало впоследствии Калининским фронтом Алексей, что посчитать сразу же? Не, ну, если, как бы, собственно, Вязьма То Вяземского катастрофа Лопуховского Несмотря на то, что он достаточно резко оценивает действия советского командования С точки зрения хода событий, да, неплохо изложено И если уж, как бы, советовать себя То у меня есть книга «Пять кругов ада», она же «Котлы 41-го года» Которая, да, описывается в том числе Вяземский котёл То есть, естественно, в Вяземском котле, именно под Вязьмой Там всё же не 900, а 400 тысяч человек были окружены И разбиты в течение двух недель И на это потребовалось немало усилия немецкой группы армийцентра Пожалуйста, ваш вопрос, Алексей Исаеву, здравствуйте Алло, добрый день Здравствуйте Спасибо за передачу, очень хорошая передача Спасибо, Алексей, спасибо, конечно Скажите, пожалуйста, роль Армянской Денизии в главе, по-моему, универя Сафарьяна в Крыму Какова была? Расскажите, пожалуйста, что-нибудь Насколько я помню, она как раз наступала на том же направлении, где взломали немецкую оборону в мае 44-го года То есть как раз не на Сапун-гору, а вот вдоль Ялтинского шоссе И ее вклад как раз в том, что там у немцев посыпалось, что и заставило их принимать резкие телодвижения Но, опять же, это я говорю по памяти, я могу ошибаться Ну вот, правильно Алексей Исаев упоминал, но я еще раз вам поведу А очень скромный Монография, в которой Алексей принимал участие, битва за Крым Вот это самое последнее Там роль каждого соединения написано Да, и причем, я знаю, что Алексей мне рассказывал, что он на это потратил достаточно много времени Да, это два года напряженно работаем И это действительно серьезное, очень серьезное историческое исследование Ваш вопрос, Алексей Исаеву, пожалуйста, здравствуйте Алло, здравствуйте, знаете, Святослав, у меня вопрос такой Почему вот Герои России Франклину де Ломо Розульту поставили памятник в Ялте А Черчилл также Герою России, который победил Советский Союз Они точно Герои России? Спасибо Они точно Герои России? Я так скажу, что... А они действительно Герои России? Нет, Москова нет Я тоже думаю Это у нас Никита Сергеевич Хрущев награждал Кого-нибудь попало Тем более Герои России Это все же, ну, это означает, что 90-е годы Да Да Я так скажу, что Рузвельт, безусловно, был другом Советского Союза И очень многое сделал для того, чтобы помочь Советскому Союзу вести войну с Германией Поэтому ему памятник стоит справедливо И с этим не поспоришь Именно американцы были толкачами операции по высадке в Европе И плюс же к этому у Рузвельта со Сталиным были наметки договоренности о послевоенном мире Ну, послевоенный мир действительно решался в Ялте И в целом, оценивая, так сказать, лидеров союзников, можно так сказать, что Рузвельту абсолютно справедливо То есть Черчилль был все же последовательным врагом коммунизма И его действия, они во многом, я бы так сказал, если бы не Рузвельт, то они бы отдаляли окончание войны в Европе Ваш вопрос, Алексей Исаевый, я думаю, что это последний вопрос Пожалуйста, будьте кратки Скажите, пожалуйста, это Виктор говорит А Португалия принимала участие в войне? На какой стране? Спасибо Спасибо, спасибо большое Португалия, если говорить о реальном участии, то она помогала немцам получать вольфрам для подкалиберных снарядов Но потом, как говорится, были закручены гайки, и это все прекратилось А была ли Португалия, ну, скажем так, базой снабжения немецких подводных лодок в Атлантике? Испания, Португалия, да, они поддерживали эти операции, хотя делали это в строжайшем секрете Говорит Москва Вы сейчас услышите новости Программа Леонида Володарского Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова